Логичный вопрос. Скажете вы, показывает он нам эти каналы, рейки, а где же известные голландские шлюзы? Шлюз номер один в Голландии выводит вас напрямую в Маас и далее в Северное море. Морская держава, некогда сегодня, в принципе, тоже. Им ничего больше не остается. Вот, достаточно оживленное судоходство, на Волге вы такого не встретите. Вот такой замечательный и прелестный парк, который называется Маас, то есть, который расположился на берегу Мааса, непосредственно в близости от Троттердама и Троттердамского порта. По парку, значит, различные моряцкие, точнее, атрибутика кораблей представлена, там всякие рупоры, какие-то судовые части. Ну, то есть, как бы, парк оснащен и дает всем понять, что вы, как бы, находитесь в портовом городе Роттердам. Посмотрите, какие милые, прекрасные газончики, и чтобы их не вытаптывали, голландские чиновники вот так вот борются с всякими нарушителями в своем привычном голландском русле, таком юморном. И вот здесь написано, почему выбирать, как бы, тропку по лужайке или же все-таки улицу. Потому что я осел, потому что я не думаю о прекрасном и так далее. В общем, в типичном таком обратном юморе назовем это так. Мизерная часть порта Роттердамского, который стоит по статистике на, по грузообороту на втором месте в Европе. Соответственно, через 30 километров будет уже Северное море, выход. Вот. Ну, а тут на горизонте, как я уже сказал, панорама Роттердама. Вот. И здесь одна из частей порта. Панорама очень гармонично выглядит. Роттердам практически был стерт, полностью был стерт с лица земли, центр исторический. И поэтому такой новодел. Но новодел гармонично выглядит, то есть нет вот этого сплошняка застроенного. То есть здания, в принципе, высотной одной высоты, но они очень рассредоточены и не создают какой-то сплошной стены, которая выглядела бы негармонично.